Прямоугольный параллельный липид. Что это такое? Все понимают? Это прямоугольник только в пространстве. Объем это, конечно, x умножить на y умножить на 2. Теперь, что такое у него будет обивка? Понятно, что такое обивка. Это на каждой прямоугольной грани будет обивка, вдоль рёдер будет обивка, и будут вершины. Грани. Понятно, что такое грани. 2x, y, 2x, z, 2y, z. Это грани. Рёбра. Вдоль каждого направления у нас 4 ребра. Поэтому пойдёт такая штука. 4x, 4y, 4z. Сколько угловых клеточек? 8. Будьте добры, придумайте хотя бы одно решение по натуральным числам к этому уравнению. Придумайте такой прямоугольный пролилепипед, что если его, что называется, обивка, то на это уйдёт столько же единичных кубиков, каков объём этого пролилепипеда. То есть, вот уравнение написано на доске. Да. То есть, обивка имеет толщину. Ну, в единичку, да, естественно. Объём – это произведение рёбер. Х, y, z. А дальше я написал для грани, для двух противоположных, для двух других, или ещё для двух других, или для рёбер. Такое уравнение я уже написал. Осталось его просто решить. Между прочим, по существу разных у него 20 решений. Вот, да. Поэтому у меня нет энтузиазма находить все. Кто умеет программировать, можете там составить программку, посчитать на компьютере, но энтузиазма вручную разбираться с этими числами у меня никакого. Но, с другой стороны, ребята, очень важно уметь, что называется, заниматься правильным подбором. Что такое x умножить на y? Все понимают, что это площадь грани? Да. Ну? А что тогда? Попытка порисовать кубики в пространстве ничего не даст. Потому что, разумеется, вот эта формула гораздо понятнее, чем любой там пролепимед. Пролепимед не так просто нарисовать. Первая задача. Придумать хотя бы одно решение. Может ли число z равняться единице? Нет. Смотрите, здесь тогда будет xy, а здесь будет 2xy. Согласны, что нельзя? Да. Может ли число z равняться 2? Здесь будет 2xy. И здесь 2xy, и еще что? Может? Нет. Значит, наименьшее значение для любой из этих величин – это тройка. Давайте я напишу. А теперь дальше просто. А давайте я возьму и подставлю тройку вместо z. Что получится? 3xy равняется 2xy плюс 6x плюс 6y плюс 4x плюс 4y плюс 12 плюс 8. Так, а как это записать попроще? 3xy минус 2xy – это xy. 6x и 4x – это 10x. 12 плюс 8 – это 20. Господа, я вас спросил подобрать какие-нибудь x, y и z. Смотрите, ребята, когда подбираешь, это вовсе не обязательно означает, что нужно произвольно набрать числа и считать. Я взял и назначил одно из чисел. И нашим сегодняшним стандартным способом, надеюсь, его уже все поняли, да? Значит, получается x минус 10 умножить на y минус 10 – это 120. Ну, теперь вопрос. Как разлагается число 120 на множители? Вариантов довольно много. 1 умножить на 120. 2 умножить на 60. 3 умножить на 40. 4 умножить на 30. 6 умножить на 20. Что еще бывает? 5 умножить на 20. О, 8 бывает. 8 умножить на 15. 10 умножить на 12. Кстати, да, 5 умножить на 24 я почему-то тоже пустил. Господа, а между прочим, я вам сказал, что уравнение 20 решений. Видно, что вообще-то довольно много мы уже придумали. Давайте я аккуратно выпишу эти тройки, те, что у нас возникли. Во всех этих вариантах у нас z равняется 3. Итак, x – это 11, y – это 130. Идея понятна, да? Да. Я прибавляю в десятки. 12, 70. 13, 50. Что там бывает? 14, 40. 15, 34. 16, 30. 18, 25. И, наконец, 20, 32. Господа, я, заметьте, уже сколько придумал решений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук. Вообще-то почти половину решений я придумал. Что делаю дальше? Я говорю, пусть z равняется чему? Четырём, конечно. Пошёл работать. 4xy равняется числу 2xy плюс 8x плюс 8y. Извините, у вас ошибка. Верно. В внешнем самом деле у должно быть 22, а не 3. В этом спасибо вам большое. Спасибо большое, чтобы я исправил. Так, всё, подставляю. Теперь z равно 4. Значит, 8x, 8y, отлично. Плюс 4x плюс 4y. z равно 4, это 16. 16 и 8, это 24. Господа, ну, вообще, надо 2xy перенести сюда и заодно всё на 2 поделить. Получится xy. Теперь здесь 8x и 4x, переношу счёт в половину, будет минус 6x. 8y, здесь будет 6y. И всё это будет равняться 12, то, где я сказал, надо на 2 поделить. Господа, а это опять привычная работа. Это 5 решений. И давайте, собственно говоря, опять-таки, их все выпишем. x, y, z, что это за числа в данном случае? Это числа 7, 54 и 4. Все согласны, да? Да. Здесь. Ещё 5 штук. Там было 8, уже 13 решений. Повторяю, я просто наизусть знаю, что решений всего 20. Осталось 7 штук. Что делает человечество дальше? А если 5? Если 5, конечно. Конечно, подставляет число 5. Только вот, ребят, единственный вопрос. А мне так до бесконечности надо будет подставлять? Или всё-таки в какой-то момент можно будет остановиться? Давайте поймём, есть ли какая-то такая вот очевидная оценка, после которой будет понятно, что дальше уже нельзя. Есть очень простой способ. Обе части разделить на x, y, z. Получится 1, это 2, z, 2, y, 2, x, плюс 4 разделить на y, z, плюс 4 разделить на x, y, плюс 8 разделить на x, y, z. И дальше смотрите, какая идея. Здесь написано сумма, какого количества тропей? 7 штук, правильно? Значит, хотя бы одна из них должна быть не меньше, чем 1 седьмая. Значит, 2 z-овые, или что-нибудь такое, должно быть не меньше, чем 1 седьмая. Значит, z не больше, чем 14. Или, что значит, что вот эта штука 4 разделить на y, z не меньше, чем 1 седьмая. Это значит, что y, z не больше, чем 28. Ну и что значит, что это не меньше, чем 1 седьмая. 8 разделить на x, y, z не меньше, чем 1 седьмая. Это значит, что x, y, z не больше, чем 56. господа и в этом случае вариант конечное число и в этом случае кстати в этом случае нельзя чтобы игорь и z были бы оба больше чем 14 потому что когда прежде не будет слишком большой садой и вот эти случаи можно ограничиться и здесь тоже не могут они все быть больше чем 14 все значит я это даже мог не рассматривать у меня получается что достаточно ребята смотрите достаточно просто-напросто методично подставлять вместо z числа я уже подставил 34 потом надо подставить 5 6 и так далее и каждый раз вот таким вот способом решить уравнение если вы не полените если вы упорно это сделаете ясно что метод объяснен так еще два слова последние я хотел успеть это сделать но я очевидно не успеваю ребята оказывается что примерно такое уравнение имеют отношение совершенно замечательные штуки к классификации правильных многогранников а именно математики причем это известно уже с времен древних лет известно что есть правильный тетрайдер октайдер и касайдер и додекайдер так вот оказывается что один из простейших способов доказать что никаких других правильных многогранников нет состоит в том чтобы написать примерно такое уравнение правда для этого еще нужно знать что такое эйлифовая характеристика и так далее это не раз делалось на мало будет мать поэтому кому интересно просто можете посмотреть видеозапись